Здравствуйте, дорогие мои. Недавно мы говорили про being, но Мелисса попросила меня еще сделать видео про having. Это видео строится на основе видео про being, поэтому я настоятельно рекомендую его посмотреть, прежде чем смотреть это. Начнем с простого. Точно так же, как и being, having — это have в инговой форме. Но, в отличие от being, у него нет значения в качестве существительного. Having — это всегда глагол. Что касается функций, то он не точно такие же, как у being. Эмоциональный continuous. У меня сейчас паническая атака. Герунди! Величайший дар и честь — это иметь такую дочь, как ты. Что же касается особенностей, то having может использоваться в конструкции, которая передает значение perfect. Это звучит сложно, но на самом деле оно на русский язык переводится депричастием или конструкция «после того как». Самый частый вариант — это использование его с глаголом say. Listen, if reading a book you wrote is anywhere near as great as it is to actually spend time with you, I'm sure it's gonna be wonderful. Having said that, what do I know about books? I'm just a dumb actor. Сказав это — что я знаю о книгах? Я просто тупой актер. Вместо «сказав» можно сказать «после того, как я сказал это, я скажу это». Ну, в общем, как ни крути, на русский никак не перевести. На сегодня все. Делитесь этим видео с друзьями, оставляйте вопросы в комментариях. Это арменизм. Субтитры создавал DimaTorzok